Для реализации любой задачи требуется энергия и вдохновение. Но откуда взяться силам, когда чувствуешь себя выжатым лимоном? В таком случае вам помогут специальные упражнения, например, медитации. Это достаточно действенный способ, позволяющий сократить зависимость от лени и на порядок повысить свою эффективность и концентрацию. Главное в этом вопросе – регулярность. Также нужно учиться не вкладывать внимания в пустые мысли, которые постоянно высасывают нашу жизненную энергию. По сути, они и являются причиной выгорания. Если вы боитесь приступить к большой задаче и тратите силы на сомнения, постарайтесь разделить ее на маленькие, выполнение которых с точки зрения сознания не связано с большими энергетическими затратами. Двигаясь не спеша, поднимаясь с одной небольшой ступеньки на другую, вы в буквальном смысле обманываете сознание, усыпляете его бдительность и так достигаете своих целей. Если вы чувствуете, что можете писать крутую музыку, но не знаете нот и с отвращением смотрите на все эти закорючки и линеечки, однако понимаете, что без них никуда. В этом и подобных случаях преодолеть внутреннее сопротивление первых шагов поможет простое правило пятнадцати минут. Суть его состоит в том, что, несмотря на нежелание, страх или тревогу, все-таки начинать работать, но только четверть часа в день, не больше. Это ведь не вечность, правда? Сможете чуть потерпеть? Отлично! Главное окунуться в дело с головой и полностью сосредоточиться на процессе. Спустя несколько дней первоначальный негатив, тревога и дискомфорт либо исчезнет совсем, либо уменьшится до приемлемых размеров. А самое главное, вы с удовлетворением отметите, что не только сдвинулись с мертвой точки, но добились заметных результатов, причем даже научились находить в работе увлекательные моменты и неожиданные стимулы. Для закрепления результата необходимо выработать полезные привычки. Начинайте с малого, с самого простого. Главное, выполняйте необходимое действие в одно и то же время ежедневно в течение двадцати одного дня. Акцентируйте внимание на качестве результата и своих ощущениях. И да, не забудьте заключить с собой контракт, лучше письменно, на простом листе бумаги. Контракт – это ваше символическое обещание самому себе. Первая неделя наверняка окажется самой сложной, главное – не дать слабинки. Через неделю аргументов у ума наверняка станет заметно меньше, зато появятся первые положительные эмоции. Обычно трех недель оказывается достаточно, чтобы начинание было протестировано под сознанием и закрепилось на уровне полезной привычки. Вы почувствуете незнакомое ранее и приятное чувство внутреннего покоя. Запомните его и продолжайте. Вы уже поняли принцип и сможете повторить его, закрепляя любые другие привычки. Постепенно новые полезные привычки вытеснят старые и ваша жизнь кардинальным образом преобразится. Теперь вы победитель! Не отчаивайтесь, если не все сражения удастся выиграть с первого раза. Помните, как говорил Будда, если у тебя проблема, попробуй ее решить, если же пока не можешь, тогда не делай из этого проблемы.